МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим сегодня с нашими гостями, Михаилом Рязановым, директором Краевого института цифровых технологий и оценки качества образования, и Анной Паутовой, председателем Краевого совета родительской общественности. Здравствуйте, рад вас видеть. Первый вопрос, Михаил, вам. Мы уже знаем, что Алтайский край в эксперименте участвует наряду с 13 регионами, или с 14. Что это означает? Чем это нам грозит? Педагогам, директорам школ? В нескольких словах. Ну, давайте начнем вначале с терминологии. Это все-таки не эксперимент, а пилотный проект, который Алтайский край выиграл в 2019 году и выиграл на конкурсной основе. И этот пилотный проект позволяет Алтайскому краю обновить парк компьютерной техники в школе. Вот основная задача. Никакого движения в сторону замены обычного образования дистантом этот проект не подразумевает. Все-таки чем это грозит? Педагогам, директорам школ? Это будет... Каким образом меняться система образования? Что? Мы будем менять учителей, я не знаю, на компьютеры? Цифрообразовательная среда – это прооснащение школы компьютерами. У нас их не хватает. У нас их не хватает. Централизованные поставки компьютерной техники, не разовые, не точечные в школу, а централизованная поставка, это было в 2012 году. То есть, а в существующих школах есть парк техники, которые в 90-х годах, в 97-м году. Особенно, наверное, в школах сельских, где вообще нет компьютеров? В сельских малокомплектных школах существуют проблемы, и поэтому оснащение компьютерной техники – это важная задача Министерства образования Алтайского края. Бояться этого не надо. Это про оснащение школ, это про возможность детям работать на хороших компьютерах и использовать среду интернет на тех уроках, на тех занятиях, которые связаны с информационными технологиями, занятиями по информатике, либо дополнительное образование, которое подразумевает получение дополнительной информации, сети интернет – это вот про это. Ну, компьютерная техника – это, естественно, тоже подразумевает под собой хороший интернет. Да, я так понимаю. Вот что меня смутило, когда я этот проект изучала, это то, что одна из главных задач к 2024 году, чтобы все образовательные учреждения были обеспечены именно хорошим интернетом. И вот родители тут, разумеется, напряглись. То есть компьютеры – это одно, но интернет – это другое. По их мнению, интернет – это значит, что мы возвращаемся к дистанту, от которого они только-только решили немножечко отдохнуть. Что вы по этому поводу скажете? Я не знаю, Михаил Анна, как человек, который… Давайте Михаил сначала. Да, давайте сначала Михаил, потом Анна. Ну, проект оснащения каждой школы интернетом – это тоже федеральный проект. Он идет по другому ведомству, по Министерству цифрового развития. И понятно, что современная школа не может быть без интернета. Связать здесь подключение школы к интернету с дистанта вообще очень сложно, потому что мы все понимаем, что в той форме разобщенного обучения, которая у нас была, учителя были не в школе, в большей мере, а из дома. И причем здесь интернет-школу и дистанту тяжело связать. Мне кажется, все равно, как любая организация, современная организация Алтайского края, школа должна быть оснащена высокоскоростным интернетом. Без этого мы не представляем себе жизни, мы понимаем, что интернет – это коммуникация, интернет – это возможность получить новую информацию, интернет – это… Компьютер без подключенного интернета на сегодняшний день мы не рассматриваем как полноценный компьютер. Поэтому все это оборудование, которое будет поставлено, конечно, должно быть подключено к интернету. Высокоскоростному, качественному, хорошему интернету. Аня, ну вы многодетная мама, у вас четверо детей, двое учатся в школе, двоим еще предстоит пойти в школу и представляете родительскую общественность. Опасаетесь ли того, что вот этот эксперимент окажется удачным, как многие родители? И есть ли у вас опасения какие-то вообще в этом смысле в том, что да, придется возвращаться на дистант, и родители опять будут заменять педагогов, как они говорят, что мы уже устали, что преподаем мы, а не педагоги? Вы знаете, здесь сейчас хорошо бы разделить мое личное мнение и мнение родительской общественности. Ну, можем, кстати, высказать и ваше мнение личное. То есть, что мнения разделились среди родителей, и мнений разных очень много, мнений, подмнений и так далее. То есть, есть совершенно полярные позиции, давайте возьмем учебники, давайте вообще выкинем всю цифру. И когда ты начинаешь разговаривать с такими родителями, спрашиваешь, у вас телефон есть, есть, какой, ну, такой. И как бы, ну, тем не менее, ну, детям ни-ни, то есть, и есть родители, которые совершенно спокойно воспринимают даже перспективу дистанта. И я совершенно точно знаю, что есть родители, которые задумались в результате вот этой пандемической нашей ситуации, да, о том, что, в принципе, их детям этот вариант подходит, да, их немного, но такие родители тоже есть. Ну, да. И большая часть родителей занимает такую, знаете, срединно-настороженную позицию в отношении того, что, ну, как бы, нет, вот к такому эксперименту еще раз мы точно не готовы, как вот мы заканчивали учебный год, но, конечно, это хорошо, если у детей будет компьютерное оснащение, конечно, это хорошо, если в школе будет удобно вести документы, оборот, какие-то еще вещи, это упростит работу, да, вот системы, организации системы образования. Если у нас будет возможность участвовать во многих проектах, потому что они часто связаны с необходимостью вот коммуникации, да, в сети. Кроме того, как я думаю, это сейчас вот мои личные домыслы. Это вы как мама сейчас, да, не как представитель родительской общественности. Вот сейчас в данный момент я говорю как мама. Мне кажется, что, возможно, вот этот опыт пандемического образования, разобщенного так называемого, да, он даст возможность целый ряд проектов перевести и сделать доступными для детей из регионов то, что раньше требовало, ну, допустим, личного присутствия. То есть формат вот неких конференций, общения в Zoom и так далее, так далее, он, ну, несколько расширит вот целый ряд мероприятий, которые раньше, допустим, ну, наши дети не могли посетить. То есть нам надо было ехать куда-то в Москву, там, в Питер, например, или в другие города, да? Да, а сейчас какие-то, ну, не знаю, там, гуманитарные какие-то вещи, то есть какие-то вещи, там, естественно, научные, их, в общем-то, ну, на каком-то этапе, там, отборочном или еще каком-то вполне, наверное, можно было бы вот туда реплицировать. То есть, и поэтому вот у родителей такая, понимаете, вот, ну, позиция. То есть у нас, я говорю еще раз, есть совершенно полярные, есть активно действительно протестующие родители. Большинство каких людей? Большинство все же вот срединного такого придерживаются момента, что, да, конечно, очень тяжело было вот это вот то, что было, но это была вынужденная мера, и многие это понимают, и очень надеются на то, что все-таки, ну, вот именно в такой форме дальше это продолжаться не будет. Ну, вот один из минусов, о котором родители говорят, что ребенок и так, в принципе, очень долгое время проводит в интернете, да, там, дома, например, и у него появляется меньше времени социализироваться, да, общаться с другими какими-то детьми. И не приведет ли вот подобный эксперимент к тому, что вообще у нас дети разучатся общаться вживую, скажем так? Вот это тоже очень многих волнует. Отвечу, я тоже как родитель, я тоже отец, хотел бы ответить. Первое, что я против дистантов, я против замены обычного образования дистантовыми в первых рядах, и это, в принципе, на сегодняшний день невозможно. С точки зрения общения, ну, давайте всем родителям двигаться в встречное направление. Давайте попробуем то время, которое ребенок проводит за компьютерами, направить в полезное русло. Не просто смотреть какую-то развлекательную информацию, а почему бы это время не поделить и хотя бы половину на изучение чего-то нового. Интересных лекций, интересных материалов, интересных возможностей творить проекты, участвовать в разных активностях, которые у нас очень много по Алтайскому краю. Пользуясь случаем, хочу всех родителей, сагитировать, участвовать в тех проектах, которые Министерство образования реализует. Это и точки роста, это кванториумы, это проект, которым мы в этом году откроем, IT-клуб, IT-куб, который позволяет дополнительное образование детей по шести направлениям IT-компетенциям реализовывать. Давайте мы то время бессмысленное, которое дети тратят на развлечения с помощью компьютеров, давайте их немножечко поделим и дадим возможность им эффективно и с пользой это время тратить, в том числе и за компьютерами, чтобы получать дополнительную информацию. Быть разносторонними личностями, помогать им добывать новую информацию, огромное количество ресурсов, которые все то, что в школе рассказывают сухим, может быть, иногда разные учителя, есть очень хорошие учителя, есть более сухим языком рассказывающие люди, есть огромное количество ресурсов, которые ту же самую тему могут рассказать интересно. К разобщению не приведет, Аня? Потому что не будут общаться дети. Или как-то там, вот, например, тоже говорят некоторые родители о том, что будет социальное расслоение, некое большее. Мне кажется, увы, это такая неизбежная сейчас история, некое физическое разобщение детей. Я думаю, что мы замечаем, что их и меньше во дворе, есть вопросы. И надо сказать, что в сети дети тоже общаются. Вот, допустим, наши дети, вот, ученики моего класса, вот, моих детей, вот, наличие как раз информационных технологий в период пандемии позволило им сохранить общение, поддерживать ежедневное общение и обмениваться новостями, и как-то там друг другу что-то пересылать, какие-то там ролики, как они живут, чем они заняты и так далее. То есть здесь, понимаете, ну вот, стакан, он всегда наполовину полный или наполовину пуст. И наша задача взрослых, дети еще не могут, ну, нести за это ответственность и отвечать за это. Здесь задача взрослых действительно, ну, направляет немножко ребенка. Я понимаю, что 17-летнего уже там даже подросткам назвать трудно, да, как бы уже там не направишь. Давай там сходим на сайт, посмотри то. Но детей более раннего возраста, это наша возможность, наша задача направлять, как, ну, ничего с этим уже, наверное, сейчас поделать невозможно. И нам придется в это вмешиваться. Придется с этим жить. В какой-то степени контролировать и в какой-то степени вникать, чем дети наши заняты в сети. И не потому, что сейчас цифровизация школ происходит, а потому, что идут совершенно другие глобальные мировые процессы. Не признавать это, ну, уже как-то... Ну, да, я в связи с этим хотела бы продолжить, что сторонники эксперимента, да, вот этого, о которых тоже достаточно, между прочим, там среди них Герман Греф, ну, это ладно. Они говорят, что давно пора изменить подходы к образованию, потому что в Китае давно изменили, к примеру, да, страна, которая рядом с нами находится, и они сейчас на втором месте по поводу экономическому развитию. Новое оборудование получат вообще все школы? Или какие-то... И какое вот еще, поясним. Еще раз скажу, что проект этот конкурсный был, и Алтайский край его выиграл в конкурсе, и, соответственно, реализация этого проекта внутри Алтайского края тоже будет на конкурсной основе. Тоже будут определены те школы, которые, ну, будут эффективно использовать это оборудование, которые предоставят некоторые объективные материалы, связанные с будущим развитием этих направлений. Руководители этих образовательных организаций тоже должны приложить усилия, да, чтобы это оборудование не лежало на складе, а эффективно использовалось, поэтому... И ведь педагогам придется учиться, я так понимаю, тоже, да? Тоже одна из серьезных вызовов, которые перед нами будут стоять, это повышение квалификации педагогов, даже с точки зрения... Не будет ли у нас увольнений в связи с этим педагогов? Ну, давайте вместе не допустим этого, давайте будем над этим работать. Ну, а как? Новая техника приходит, ее нужно осваивать. Это было всегда, всю жизнь, и в старые времена это было, то есть приходили новые оборудования, его нужно осваивать. Тут надо, наоборот, просто помогать педагогам, помогать и обучать, и наша задача, например, как нашего института, это сделать такую возможность, что педагог 24 на 7 мог у кого-то спросить, если он не знает. Чтобы он не был брошен, а был в среде, в среде тьютеров, в среде специалистов, которые ответят на его вопросы, и он будет понимать, что он всегда в сложной ситуации может найти ответ на любые вопросы. Но пока это не все школы, но потом это может быть более глобально, да? Ну, вот это слово «эксперимент», которое вы называете, это, наверное, связано именно с этим, чтобы посмотреть эффективность реализации пилотного проекта и потом распространить этот эффект на все остальные школы. Ага, поняла. Ну, опять же, по поводу отзывов в интернете, по проекту цифровизация, и я еще расскажу о том, что большая часть родителей против, несмотря на то, что вот Анна говорила, что там как бы где-то серединочка, и у нас подписывают петиции против дистанта, мы все знаем. Надо ли это делать? Что бы вы, может быть, Анна, рекомендовали родителям? Вы знаете, если эта петиция по поводу тотальной замены, значит, традиционного образования дистанционной формой, я готова эту петицию подписать сама. Но в данный момент я не вижу предпосылок для возникновения такой ситуации. Это не вопрос совершенно какого-то обозримого нам будущего с вами. Я допускаю, что, может быть, но сейчас об этом точно речи нет. И проект, который мы обсуждаем сегодня, он совершенно точно не про это. В этом уверена я и многие другие люди. Знаете, я понимаю, что многие, кто спокойны, они просто молчат и все, и высказываются в сети. И люди, которые действительно против. Потому что вот когда такая протестная идет комментирование, высказаться за себе дороже. Поэтому люди просто молчат. И поверьте, таких людей достаточно много. И еще раз повторюсь, так же, как Михаил Анатольевич, я категорический противник дистанта. Но вот в том виде, как он правильно... Ну да, то есть вот какой он сейчас был в период пандемии. Такой спонтанный переход. Да, то есть это был не дистант. Это была вынужденная мера, которая совершенно была не подготовлена. Которая была никаким образом ничем не поддержана. То есть которая не имела ни технического оснащения, ни программ, ни методик, ни методологии преподавания. Ни какой-то возможности нормального сбора обратной связи с детей. Каждый там учитель кто как мог. Понимаете, это очень сложно. И поэтому назвать вот это, простит меня, система образования дистанционным обучением, ну просто термин этот приклеился к нему и все. То есть это было действительно действие в экстренной ситуации. То есть такой эксперимент. Да, вот такой, да, вот так жизнь нас окунула, так сложилось. Можно еще слово сказать? Я вот дополню, Анну. И здесь как раз проблема, то, что мы смотрим на дистанцию через призму пандемии. Да. То есть это самая главная проблема. То есть все люди сейчас стали ассоциировать дистанционное образование с пандемией. Это плохо, это не так. Второе, это то, что все считают, что сейчас будет сплошное дистанционное образование. Мы все, в школу ходить не будем, мы все заменим, у нас будут роботы чипизаться. И не дай бог, и такое прочее. Ну, принцип разумности нужен всегда. И все понимают, что это невозможно. Что это в принципе невозможно. И в ближайшие десятилетия даже об этом беспокоиться, но бессмысленно. Не все понимают, Михаил Анатольевич. Да, не все понимают. Вот проблема в этом. Будем убеждать тех, кто не понимает коллег. Кстати, я вступил в эту группу, и коллег оставил свой телефон, коллег убеждал. И еще готов много убеждать и разъяснять всю нашу позицию. Как это будет, цифровое образование? Да, как это будет. Но детей учить так, как учили нас. Вот многие родители говорят, вот у нас было хорошее образование. Ну, по учебникам, конечно, да. И это прекрасно, и давайте сделаем так же. Но наших детей в наше детство запихнуть нельзя. Ну, потому что они рождаются уже с гаджетами в руках практически. Мы уже в другом веке живем. Другие вызовы, другие задачи. И уговорить детей отказаться, в том числе и в обучении, без цифры, ну, это невозможно. Ну, давайте объективными будем. Это невозможно. Надо принцип разумности. Нужен управляющий воздействие с точки зрения учителя. Нужна коммуникация. Это все нужно. Ну, и заключительный у меня вопрос. Все-таки 1 сентября-то обычным у нас будет. Вот на данный момент, как сейчас? Школа готовится к обычному режиму. Еще раз, мы уже говорили об этом. Школа готовится к обычному режиму. Мы все очень сильно надеемся, и я в первых рядах, что будет обычная нормальная учеба с 1 сентября. С линейками и личным общением. Все для этого есть. Есть все предпосылки, чтобы это было так. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо. А я напомню, что сегодня у меня в гостях были Михаил Рязанов, директор Краевого института цифровых технологий и оценки качества образования. Анна Паутова, представитель Краевого совета родительской общественности.